Всем привет! И вот мы снова в лесу. Выпал ночью снег, небольшой мороз. Видите результат какой. Снег на ветках, вот такими шапочками. Особенно это красиво выглядит даже не на самих ветках, а на какой-нибудь на кустарниках, на ветках кустарника. Вот так вот как-то. Солнца нет, это нормально для зимы. И сейчас попробую то, что я хотел сделать, с помощью огневой разжечь костер. Вот не знаю получится ли нет. Забрался специально туда, где березы сплошные, поэтому основной материал для топлива это конечно же березовая кора, береста. Вот потому что она горит хорошо и разжигается хорошо. Вот содралось дерево, они уже прям такие торчат, но такими мелкими полосками. мелкими полосками. Тогда может быть схватится. Хотя, как понимаете, когда снег кругом, это все влажное. Очень влажное. Если были бы сильные морозы, то мороз сушит древесину. Хотя там влага остается, ну как-то дубит и выбивает. Когда вот такая, такой небольшой мороз, то соответственно чувствуется прям все влажное. Конечно, это можно подсушить. Это слишком долго, до полной сухоты. А так можно, как показывают в фильмах про выживание, можно засунуть куда-нибудь в карман с помощью своего тела подсушить. Но это тоже не очень эффективно и очень долго. Если в реальной ситуации, пока будешь сушить, уже замерзнешь нафиг. Но не знаю, что получится. Вот очень влажное. Так что, думаю, шансы, шансы мои невелики. Смотрите, какая тоненькая получается. Смысл в том, чтобы она была как можно тоньше, как бумага. Тогда больше шансов, что от огнева все это зайдется. А когда такие крупные, маловероятно. Ну, все же, как говорится, есть некоторая доля вероятности, что получится. Так что будем пробовать. Надо пробовать. А если реальная ситуация, то лучше действовать, чем бездействовать. По крайней мере, пока действуешь, есть какие-то шансы на успех. Когда ничего не делаешь, что ли. Все. Без вариантов. Итак, все же, почему именно огневая? Такой достаточно примитивный способ добычи огня. Ну, потому что он наиболее эффективный. Как ни странно. Например, если есть в кармане огневая нож, то даже если упал воду с лодки, вышел из нее и спокойно можешь развести костер, если есть сухое топливо особенно. С мокрым топливом, конечно же, все сложнее. Но это в любом случае все сложнее. Вот. Но при особой сноровке и подготовке, думаю, тоже можно найти варианты. Конечно же, если пользоваться так сугубо огневым, просто нужно таскать с собой какую-нибудь желательно металлическую, маленькую бутылочку с бензином. Например, такая бутылочка бывает для заправки зажигалок газовых, газовых, бензиновых. Вот. Там хороший бензин и достаточно немножко плеснуть, черкнуть и все горит. А если дрова мокрые, чуть побольше бензина, тоже схватятся. Вот. Но в данном случае нет у нас ничего из того, что могло бы нам помочь. И даже можно просто взять ту же бересту, дома ее хорошенько высушить на батарее, положить в герметичную коробочку металлическую и потом использовать. Но у меня и этого нет. Вот нож златоустовский. Попробую. Попробую. как видите ничего не получается еще огрызок такой остался маленький огневая такие слишком крупные толстые даже искре захватит хотя температура у них большая у искры иногда даже офисная бумага загорается от этого все не получилось считайте что я уже замерз ладно на этом все всем пока а